У нас в гостях заместитель директора по учебно-методической работе Центра детско-юношеского туризма «Космос» Лидия Патрушина. Доброе утро! Здравствуйте! Итак, ничего ли не забыли наши коллеги вот в этом сюжете? Всё рассказали, что надо с собой брать? Или есть ещё какие-то секретики? Ну, не знаю, там, вес рюкзака или про что-то забыли? Ну, я думаю, они мне рассказали о личном снаряжении, то есть об одежде. Так. Вот одежда должна быть лёгкой, комфортной, чтобы в ней было хорошо. И главное, чтобы были вещи, которые можно одеть, когда идёт дождь. Потому что у нас на Урале дожди очень часто, и даже снег. И надо, чтобы одежда была такая, чтобы она вас обезопасила от того, что намокло тело. Ну, то есть это актуально в нашем июне, мне кажется. А вот если мы собираемся самостоятельно вообще отправиться в поход, то каким правилам мы должны придерживаться, во-первых, и нужно ли где-то регистрироваться? Вот это обязательно. Дело в том, что сейчас МЧС наладила регистрацию всех групп. Даже если вы идёте вдвоём, вы можете абсолютно спокойно зарегистрироваться на сайте, оставить там свои координаты, и вы уже будете практически под надзором. Вам в день похода отзвонятся, и вы будете держать с ними связь. Если что-то у вас случится, вас в первую очередь бросится спасать. Ничего себе. Ну вот смотрите, мы отправились, например, зарегистрировались. Как нам выбрать место привала, так скажем? Где палатки разбивать? Есть ли какие-то универсальные советы? Ну, хороший вопрос. Во-первых, если вы куда-то собираетесь, нужно изучить район того путешествия, куда вы собрались. Вот, ну вот если говорить про самый простой, куда ходят у нас все челябинцы и многие жители области, это Таганай, всеми любимый. Вот, приехав туда, на центральную усадьбу, усадьбе национального парка Таганай, вы тоже ещё раз зарегистрируетесь. И вы будете под вторым надзором, к примеру, да? Ну и там есть приюты, где вам тоже могут помочь, подсказать, где поставить палатку, где угодно разместиться, удобно разместиться. Но, в принципе, если вы выбрали не Таганай, то минимум, который вы должны сделать, это изучить маршрут. Карты сейчас везде выложены, можно информацию в интернете найти, вот, и там всё будет рассказано. Вы просто или посоветоваться с бывалыми людьми, куда пойти, чтобы посмотреть. Вот, кстати, по поводу бывалых. Понятно, когда есть большой опыт. Вы давно в походы ходите? Ну, больше 40 лет. С ума сойти. Пойдёмте с нами. Что делать тем, кто вдруг решил, ну вот хочу я первый раз сходить в поход, стоит ли сразу на Таганай? Или достаточно вон в парк Гагарина зайти, палатку разбить? Ну, вообще, вот, я занимаюсь с детьми, и детей, когда мы учим, а мы учим их этому именно, чтобы правильно организовать путешествие, действительно, первый поход лучше делать самый простой, в тот же парк, на целый день, с термосом, с бутербродами, в парке у нас костры разводить нельзя, поэтому, вот, можно пройти, составить тоже по карте хороший маршрут, ну, практически по городскому бору можно километров 16 составить маршрут, и пройти это будет хороший ходовой день, на котором можно научиться, а как я под рюкзаком хожу, вот, как для меня вес этого рюкзака, вот, как я там экскурсионные объекты какие-то увидел, ну, в общем-то, можно полностью интересный поход организовать об окрестностях Челябинска. Ну, и с этого есть смысл начать, да? Конечно, обязательно. Можно понять, как это всё работает, уходить далеко. Да. Лидия Ивановна, вот, говоря о походе, нельзя, конечно, и затронуть тему травм, как себя обезопасить от них, это тоже нужно как-то заниматься, какое-то количество занятий, может быть. Ну, во-первых, я, конечно, рекомендую, чтобы человек, который собирается вообще много ходить, он, по крайней мере, должен это делать в городе, да? Не всё время ехать на машине там или на троллейбусе, он должен для себя, ну, установить, если я собираюсь ходить в походы, и всё лето я буду активно отдыхать, значит, я просто, вот, скажем, от работы до дома там пять остановок пройду. Вот. И даже это даёт, ну, хорошую, в общем-то, подготовку. Но вообще от травм обязательно нужно аптечку брать, хотя бы минимальную, это обязательно в поход. Вот. Хотя бы там как-то обезопасить себя, взять лейкопластырь, вот, бинтики элементарные, да? Да, эластичный бинт обязательно, потому что если у вас там потянулось колено, или вы там споткнулись, и у вас голеностоп тоже потянули, тоже бинтиком обмотали эластичным, и вы уже дойдёте до места, где вы можете доехать дальше. Вот. Поэтому вот такие, в общем, снижения. Ну, а вообще, резюмируя вот всю нашу с вами беседу, вот, ну, для чего человек 40 лет, расскажите, ходит в походы, вот, к человеку, который ни разу там не был. В чём же эта вот изюминка-то? Есть какая-то? Чтобы нас всех сейчас привлечь, и... Да. Ну, дело в том, что вообще в людях заложено желание путешествовать, особенно в детях, поэтому мы, занимаясь с детьми, вот, удовлетворяем эту потребность, это просто потребность в путешествиях. И поэтому, когда человек путешествует, он очень много видит, много узнаёт, старается, ну, красота какая вокруг, да? Ну, а во-вторых, как выясняется с годами, когда много лет ходишь, что здоровье-то пребывает от того, что ты постоянно на природе, да? И ты уже ощущаешь себя абсолютно здоровым человеком. Ты дышишь свежим воздухом, тебе, ты там двигаешься постоянно, гиподинамии у тебя нет, и всё хорошо. Отлично. А кровь ведь наш богат красивыми местами. В общем, друзья, будьте здоровы, ходите в походы. Ну что же, а мы напомним и скажем огромное спасибо вам, Лидия Ивановна. У нас сегодня в гостях был заместитель директора по учебно-методической работе Центра детско-юношеского туризма «Космос» Лидия Патрушина.